140 дорожно-транспортных происшествий и 4 случая с летальным исходом на школьных маршрутах Новосибирска. Такова печальная статистика за прошлый год. Дорога к знаниям в мегаполисе небезопасна. Как изменить ситуацию? Ответ на этот вопрос попыталась найти рабочая группа депутатов городского совета депутатов по безопасным маршрутам. В совет отправилась и съемочная группа ОТС. Школа 170 не новая, но ухоженная. Прекрасный спортивный городок, сквер и чистые дорожки, но за воротами, увы, картина другая. Вместо тротуара голая земля вдоль дороги, и это почти в центре левобережья. Ходить весной здесь особое испытание. Брызги из-под колес – обычное дело. Пешеходы, спасаясь от грязи, выходят на проезжую часть. Явно, что этот школьный маршрут небезопасен, признают депутаты городского совета из профильной рабочей группы. Хотя уточняют, в Новосибирске есть и куда более вопиющие примеры. Исторически сложилось так, что другого подъезда к большому спальному микрорайону нет. Просто нет. И по территории школы проложен автомобильный маршрут. Родители, естественно, не может это не беспокоить. И сейчас и чиновники, и депутаты пытаются найти компромиссное решение. В целом же решение проблем школьных маршрутов зависит от финансирования. Его сейчас и изыскивают. Одно из решений, которое предлагает рабочая группа – это мобилизация средств, выделенных на исполнение наказов избирателей, плюс поддержка из бюджета. Все это планируют оформить как специальную программу, обязательную к исполнению. Константин Клещин, Константин Менин. Новости ОТС. Константин Менин. Новости ОТС.